Всем привет! Меня зовут Марфа Смирнова. Вы смотрите YouTube-канал Insider Life. Обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Это программа «Морфология» и гость сегодняшнего эфира Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте! Рада вас снова приветствовать в нашем эфире, тем более, что мы давно с вами не виделись. Ну, начнем с последних новостей. Издание «Эль Паис» со ссылкой на некое письмо Орбана заявляет, что Путин и Сен Цзиньпень считают, что до конца года между Россией и Украиной все-таки пройдут некие новые мирные переговоры. Можете ли вы как-то это прокомментировать? Еще, конечно, мне интересно, что это за письмо Орбана такое, вообще есть ли у вас какие-то предположения? Здравствуйте! Давайте начнем с письма. Это неформальное письмо, которое было отправлено, когда Орбан находился в Азербайджане, как я понимаю, на имя главы Европейского Союза. И, соответственно, там он излагал мотивы своего странного воежа Киев-Москва-Пекин, ну и дальше Вашингтон, где, соответственно, на другие встречи. И он это называл там «Ваяж мира» с частями первая, вторая, третья и четвертая часть. Потому что как бы выглядело это очень странно. Еще раз подчеркиваю, в рамках двухсторонних визитов это понятно, но в рамках председательства в Совете ЕС, конечно, это выглядело, особенно поездка в Москву, выглядело, опять же, вопиюще для дипломатии, европейской дипломатии в целом. То есть там такое оправдание было каком-то роде, почему он это сделал, почему он видит в этом смысл и так далее, и тому подобное. Что касается, собственно, инициатив. Ну давайте я здесь делаю ссылку на президента Украины. Он абсолютно конкретно сказал, что, безусловно, Венгрия не является возможным посредником, у Венгрии нету того влияния, нету тех ресурсов, нету того, скажем, субъектности, которая достаточна для такого уровня посредничества. Почему? Потому что все-таки это конфликт не маленький, локальный конфликт, это глобальный конфликт, который так или иначе будет определять последующие правила, ну то есть последующие правила сосуществования разных систем. И, естественно, президент Украины говорит о том, что если уже кто-то и может выступать в качестве посредника для того, чтобы организовать, ну если не прямые какие-то дискуссии, по крайней мере опосредственно, то могут быть такие страны, как Соединенные Штаты, Китай, Европейский Союз и так далее, то есть глобальные субъекты. Это вторая составляющая. Ну и третье, я, честно говоря, даже не понимаю, о чем на сегодняшний день можно говорить с точки зрения переговорного процесса, потому что на самом деле позиции абсолютно кардинально отличаются. Если Украина и ее партнеры настаивают на необходимости руководствоваться международным правом, а, соответственно, это должны быть предусмотрены предпосылки для начала любого диалога, это, опять же, покинуть территорию Украины должны российские войска, должна быть остановлена агрессия по факту и так далее, то Россия, наоборот, устами того же Путина заявляет о необходимости не просто России не проиграть войну, а о необходимости не просто остаться на территории, которая окупирована, но и чтобы Украина, соответственно, отдала дополнительной территории, которую военным путем Россия не может забрать, а кроме того, чтобы санкции были отменены, потому что Россия не видит оснований, скажем так, платить за войну. То есть это абсолютно неизближаемые позиции, они абсолютно радикально отличаются, конечно, они не являются полем, в рамках которого можно вести какую-то дискуссию. Ну и, наконец, последнее, чтобы здесь уже как-то закруглить. Вот эти заявления, которые мы слышим периодически, в том числе, кстати, от представителей Китайской народной республики о том, что надо немедленно остановить огонь и дальше уже какой-то переговорный процесс, опять же, они не базируются на внятном и четком понимании логистики последующих процессов, потому что немедленная остановка, во-первых, немедленное прекращение огня невозможно, потому что Россия, опять же, устами того же Лаврова или того же Путина заявляет о том, что даже когда за столом переговоров будут они находиться, они не остановят ведение боевых действий. Ну и, соответственно, Украина остановить ведение боевых действий не может, потому что, собственно, она ведет оборонительную войну, это логично. И мы прекрасно понимаем, что даже там остановив на несколько часов в ведении оборонительной войны мы получим резкое наращивание подвоза ресурсов со стороны России, то, что мы периодически видим, и наоборот усиление агрессивных действий по и линии фронта как таковой, и по приграничным городам, которые подвергаются ударам, управляемыми авиационными бомбами. И, соответственно, грубо говоря, предложение немедленно прекратить огонь, оно ведь не приведет в любом случае к остановке войны как таковой. Более того, оно опять же приведет к следующему. Давайте мы здесь зафиксируем и подытожим. Оно приведет к следующему. Сесть за стол, за фейковый стол переговоров сегодня выгодно только России, потому что в этот момент будет дан сигнал всем, что Российская Федерация войну не проиграет и, соответственно, не будет нести ни малейшей ответственности за сам факт агрессии, за большое количество военных преступлений. Соответственно, это будет только стимулировать Россию до усиления, скажем так, своих пропагандистских позиций, в том числе и вот таких ультимативных требований о капитуляции Украины. Можно вопрос немного, возможно, из-за кулиси? Вот вы говорите про Орбана, про его странный вояж. Вы как-то сами с ним пересекались в Киеве? Вообще что-то можете сказать об этом человеке, как о политической фигуре, естественно? Не прошу его психологический портрет давать. Так как, кстати, профалировать Орбана легче, проще простого, и как можно легче это сделать, там все очевидно. Для Орбана сейчас важна субъектность, повышенная субъектность. У него достаточно конфликтная ситуация в Европейском Союзе. Он хочет увеличить свое влияние, хочет это влияние так или иначе монетизировать через дополнительную политическую, еще раз говорю, капитализацию. Он имеет достаточно сложную сегодня проблематику, связанную с не очень удачным выступлением Фидеса, одной его партии, на европарламентских выборах. И, соответственно, для того, чтобы убрать вот эту недоговоренность, как ему кажется, он попытался сконструировать право-радикальную платформу. Это получилось, кстати. Среди там целого ряда других правых политиков они получили, по-моему, 84 мандата в Европарламенте. Еще раз, правая платформа или ультрафравая платформа, где Фидес, естественно, будет играть одну из ключевых ролей. И вторая часть – это увеличение его глобальной субъектности. Опять же, для Орбана не существует никаких других игровых конструкций, кроме той, где он выглядит как такой пассионарный игрок, повышающий ставки. То есть это такая своего рода личностная политическая эскалация, на мой взгляд. Если Путин играет на повышение военной ставки, как таковой, удары, например, по тем же гражданским объектам, включая лечебные учреждения, мы это, кстати, видели сами в Сирии абсолютно конкретно. То есть это такое повышение военных ставок. То есть, опять же, что я беспредельничать могу. И, соответственно, вы либо меня остановите силовым образом, на что мало кто готов, либо я буду повышать те ставки, пока вы, в конце концов, не согласитесь принудить Украину к капитулятивным моим условиям. Это путинская модель поведения Урбана. Другая модель — это, скажем так, повышение политических ставок. То есть он хочет выглядеть глобальнее, чем есть на самом деле. То есть он хочет выглядеть распорядителем политической повестки, особенно вокруг такой острой темы, как конфликт, война Украины и России. И, соответственно, за счет этого стать в ряд с большими политиками, иметь прямой доступ к этим политикам и, соответственно, так или иначе, влиять на те правила, которые будут заново переписываться. Вот его устремление. То есть здесь такая, знаете, если позволите, прагматика, заточенная на собственное «я», на собственную реализацию, самореализацию и на повышение собственной политической стоимости. После массированного обстрела в понедельник Киева мы говорили в эфире с одним адвокатом, который живет сейчас в Киеве, и обсуждали, насколько то, что произошло, наверное, с эмоциональной точки зрения, способно повлиять на людей, которые находятся вне Украины, которые не погружены в эту повестку на 100%. Тем более такая картина. Дети, больницы, завалы, под которыми находятся люди. И он как раз сетовал на то, что мы, ну вот я, наверное, в том числе, многие мои коллеги, которые либо не были вообще в Украине ни разу, либо уже там очень давно не были, не понимают, что такое на самом деле происходит каждый день. И я как бы отчасти с ним согласна, но отчасти мне кажется, что от этого как бы нет никакого лекарства. Понятно, мы и про усталость, и про привычку уже больше двух лет говорим. Вы как человек, который много работаете с информацией, много знаете про масс-медиа, вот что бы вы на это сказали? Это сложный вопрос, потому что, безусловно, эмоциональное выгорание у многих людей присутствует, ну и вообще любой кризис, он приводит к эмоциональному выгоранию. Особенно, когда ты понимаешь причинно-следственные связи. Я не о себе, я имею в виду о том, что переживает Украина. Когда ты понимаешь причинно-следственные связи, и когда ты понимаешь, что математически, в принципе, в этой войне уже всё понятно. То есть всё упирается в количество оружия, высокотехнологического оружия, которое есть у Украины. То есть, грубо говоря, Россия не первый раз действительно наносит удары по гражданским объектам. Это является одним из инструментов ведения войны. То есть мы неоднократно видели, и не только по приграничным городам, по таким, как Харьков, Днепр, Запорожье или Херсон. Мы видели такого же типа удара. Их можно назвать геноцидами. Ещё раз подчёркиваю, потому что они… Вот даже, кстати, тут очень важная деталь подчеркнуть, когда мы говорим об ударе по Ахмадди, то есть тому удару, который был нанесён в 10-10.30 утра. То есть все конвенции. Война тоже ведь прописывается по определённым правилам. То есть есть правила введения боевых действий. И там чётко запретительные вещи указаны, что нельзя наносить удары, если объекты, по которым ты бьёшь, находятся среди гражданской инфраструктуры. Нельзя бить их в дневное время, ну или в утреннее время, когда, собственно, есть вероятность высокой концентрации гражданского населения. То есть ночное время для удара. Намеренный удар в 10.30 утра, когда это был час пик, когда много людей, в том числе в больнице, как таковое говорит об умышленности этого удара. Простите, Михаил, в это время проводили две операции. Обычно как раз ночью операции не проводят. Да, безусловно. То есть поэтому это абсолютно умышленная технология введения военных действий, и мы это видим неоднократно. То есть Россия применяет эти инструменты неоднократно. Знаете, с чем связано эмоциональное выгорание? Мы понимаем, что к России сегодня вопросы есть только одни. То есть вопросы называются юридическая ответственность, затем масштабное преступление, потому что никаких там логических дотов. Почему, собственно, переговоры невозможны? Потому что, безусловно, Россия, российское руководство не находится в реальном мире, они не готовы адекватно оценивать свои поступки, то есть не критично. Это один из признаков психического расстройства. Кстати, они не критически относятся к тем действиям, к тем заявлениям, которые делают. И здесь все понятно. Что приводит к эмоциональному выгоранию Украины? Это вот это осознание, которое есть и у нас, и у наших партнеров, что, например, достаточно поставить дополнительно 10-15 систем про определенные эффективности. Это те же Патриот или те же Санты, которые, кстати, есть сегодня на складах у стран-партнеров Украины, есть на складах у стран-демократии. И этого будет достаточно, чтобы существенно закрыть небо над Украиной. То есть резко минимизировать удары по критической инфраструктуре, по энергоинфраструктуре, которая тоже, в свою очередь, играет важную роль. Сегодня у Украины есть существенные дефициты электричества, как таково, ну и производных, там вода, канализации и так далее и тому подобное. То есть то, что обеспечивает надлежащий уровень жизни. И вот это все медленно не решается, не принимается решение президента Украины. Приходится неоднократно повторять одни и те же ключевые тезисы. И вот это приводит к выгоранию. То есть, грубо говоря, Украина готова нести, ну или, к сожалению, платить ту цену, которую она платит за право быть, собственно, суверенной субъектным государством. Но в то же время мы не можем понять, почему нужно так медленно приходить к осознанию, ну партнерами и к осознанию, что для России не существуют слова. И знаете, что самое страшное здесь? Не существует ведь компромисса. Вот как раз Россия нанося удары по Ахмадиту, по детской больнице, и в то же время параллельно по роддому, да, ИСИДе. Российская Федерация говорит, что для них не существует никаких уже запретительных линий, ну имеется это из гуманистической точки зрения. Почему? Потому что она понимает, что если еще немножко они таких ударов нанесут, пользуясь вот этим эмоциональным выколащиванием, пользуясь вот этим нарастающим страхом в странах-партнерах, которые видят эти геноцидные практики, и если им удастся все-таки склонить глобальное сообщество к какому-то фейковому, еще раз подчеркиваю, переговорному процессу, это будет означать для России, что она не будет платить цену юридическую за эту войну. И, соответственно, одним преступлением больше. Смотрите, одним ребенком убитым в Украине больше, одним меньше. В России, в том числе и Путин, прекрасно понимает, проиграли войну, несем полную ответственность, там неважно уже по сумме умножения, все сроки будут умножены, да, то есть будет там несколько пожизненных сроков. Если не проиграли войну, то никакой юридической ответственности не наступает, независимо от того, атаковал ты Ахмаддит или не атаковал ты детскую больницу. Вот то же самое, что в Сирии в 2015 году происходило, там точно так же эта технология была, еще раз напомню, использована, удары по лечебным учреждениям, и, соответственно, Россия ведь не понесла никакой существенной юридической порки. Ну, тем не менее, вот то, что произошло, то, что мы увидели, как-то способно с одной стороны, например, повлиять на какие-то возможные разговоры о мирных переговорах, ну, тут я вспоминаю историю с Бучей, или наоборот, повлиять на западных, западных, простите, партнеров, которые, ну, увидят это снова все, ужаснутся, и снова как-то интенсивнее заговорят о новых поставках вооружения. — Хороший вопрос. Знаете, ну, давайте рассуждать логически. Вот скажите, пожалуйста, а точно мирные переговоры можно провести, условно особенно мирные использовать? Ну, то есть вот есть страна-агрессор, которая убивает демонстративно накануне саммита НАТО, то есть военного альянса, который должен гарактировать для стран демократии, ну, по крайней мере, те, которые входят, незыблемость определенных правил. Вот они накануне этого саммита демонстративно показывают, что правил нет. Нету никакого международного гуманитарного права, нету никаких конвенций, которые запрещают наносить удары по гражданскому населению, тем более по детям, тем более по лечебным учреждениям, тем более там, где проводятся манипуляции, например, с раковыми больными и так далее. То есть переговоры о чем? Ну вот, смотрите, страна, которая живет сегодня с точки зрения концепции экспансионизма Российской Федерации. То есть для того, чтобы удерживать контроль над внутренним пространством, нужно постоянно угрожать кому-то, постоянно провоцировать кого-то, постоянно нападать. Не только непосредственно, собственно, конвенциональной военной техникой, но и пропагандистски нападать, террористически нападать, политически проводить какие-то там манифестации в других странах и так далее. То есть вы о чем хотите договориться? То есть, грубо говоря, любая договоренность, вот еще раз, сегодня любой столб переговоров с Россией будет означать, что Россия на правильном пути. Смотрите, как она будет рассуждать. Россия будет рассуждать, мы на правильном пути, еще немного мы дожмем, мы перепишем международное право, мы международное право будем использовать теперь только как надо используем, не надо не используем. И таким образом Россия посылает сигнал, смотрите, я ведь после такой войны не несу ответственности никакой и могу, значит, дальше продолжать, то есть могу дальше вкладываться в экспансию. Да, придется там подождать какое-то время апгрейд армии, апгрейд систем управления армейских, апгрейд управления, собственно, командного и так далее, на уровне стратегического или там оперативно-тактического даже управления боевыми частями и так далее. Но Россия будет продолжать инвестировать деньги во что? Во внешнюю экспансию, в доминирование, в уничтожение тех стран или тех субъектностей, и даже не про страны, а где-то субъектности, которые ей не нравятся. Это полностью обнуляет тогда концепцию глобальных договоренностей, глобальных правил. С другой стороны, Россия, которая не только садится за стол переговоров, отправляет сигнал странам с неустойчивыми политическими режимами, авторитарным странам, что можно повышать ставки, что можно хаотизировать глобальное пространство. Я тут как бы даже, честно говоря, не совсем понимаю, зачем такие прописные истины. Я понимаю, аналитики очень крутые бывают, особенно в больших медиахолдингах европейских или американских стран и так далее. Но мне кажется, что здесь настолько всё очевидно, что будет происходить дальше, что говорить не о чем. И теперь возвращаемся, собственно, к вашему вопросу. Вот удар по больнице, детской больнице в момент, когда там находилось 627 детей, он что означает? Он означает, что вы должны сесть с тем, кто этот удар, демонстративно ещё раз подчеркну, в дневное время, максимально понимая, что делает, нанёс. Или вы должны увеличить способ защиты для людей, которые не хотят с ним садиться за стол переговора, потому что понимают всю его человеконенавистническую сущность. На мой взгляд, тут выбор очевиден. И мы сегодня видим на полях НАТО, есть уже определённые решения по дополнительным системам ПРО, ещё раз напомню, есть сегодня уже решения по тем же Пэдриотам и Сантам. Их, конечно, нужно не 5, пока предварительно такая договорённость дополнительная, а 12-15 для того, чтобы более существенно дозакрыть небо. И необходимо порядка 130 самолётов F-16 для того, чтобы скомпенсировать. Второй, это первый аргумент, я так сейчас сарказмом говорю, аргумент России в этой войне, это ракеты и дроны по гражданскому населению. Второй аргумент, это управляемые авиационные бомбы, тоже, конечно же, по гражданскому нугле, но и по линии фронта по всей. А это тактическая авиация. Вот для уравновешивания есть три решения. На мой взгляд, они будут приняты, они уже начинают приниматься, опять же, чуть-чуть медленнее, чем хотелось бы. Первое, это дополнительные системы ПРО, те же Пэдриоты прежде всего, они эффективны против баллистики и гиперзвука. Второе, это авиационный компонент, в размере там 130, чтобы можно было уравновесить, конечно же, присутствие 300 самолётов, мигов и сушек российских по линии фронта. Ну и, наконец, третий инструмент, крайне важный, на мой взгляд, его тоже дебатируют и тоже будет принято правильное решение, это возможность нанесения масштабных ударов по авиабазам, инфраструктуре, обеспечения как раз таки авиационных баз по всей территории России. Про вооружение у меня тоже будет ещё вопрос, но всё-таки хочу закончить с темой, ну давайте не будем называть это мирными переговорами, а просто каким-то возможным диалогом. Вот будет второй саммит мира. Я так понимаю, что многие были готовы видеть на нём российскую делегацию. Потенциально вы бы, вот лично вы, Михаил Подоляк, кого бы вы готовы были видеть из политиков со стороны России за таким общим столом переговоров? Почему спрашиваю? Потому что вот появилась информация от Дмитрия Гордона, журналиста вам известного, о том, что якобы Владимир Колокольцев, это глава МВД российского, поехал в Штаты со своим мирным планом. Очень какая-то странная фигура. Первый раз слышу о том, что он какой-то суперпереговорщик. Не знаю, может быть, есть всё-таки среди российских политиков люди, с которыми вы готовы сесть за один стол переговоров? Если лично обо мне говорить не готов, я понимаю их интеллектуальный уровень и их отсутствие эмпатичности у всех практически, кто относится к тем людям, которые имеют отношение к близкому кругу или принимают решения. Мы же говорим о реальных тех людях, которые могут влиять на принимаемые решения. Нет, с ними не о чем разговаривать. Пока не произойдёт обновление элит, конечно же, это невозможно. Второе. Это фиктивная информация. Колокольцев абсолютно не является человеком, относящимся к кругу, принимающих решения. И, безусловно, он не имел никаких переговорных позиций, переговорных актуалей. Нет, это абсолютно примитивная поездка, как раз-таки дискредитирующая дополнительная ООН, Организация Дневных Наций, потому что Колокольцев прибыл и встретился с заместителем Гутерреша Лакруа для обсуждения миротворческих миссий. Не более, но и не менее того. Звучит, конечно, абсурдно, я понимаю, но, тем не менее, никаких переговорных позиций, конечно же, никакой Колокольцев привозить никуда не будет, и это абсурдно звучит. Поэтому я бы хотел, чтобы мы в эти конспирологии не играли. Теперь, что касается возможности присутствия где-то России или не присутствия в делегации российской. Смотрите, ведь самоцель не просто сами, мира как таковой. Самацель ведь — это принятие определённых решений. То есть, грубо говоря, инструменты принуждения должны в полном объёме работать. Они, я их коротко перечислил, мы неоднократно и у вас в эфире их обсуждали. Первое — это военные инструменты, это поставки паритетного объёма. Вот здесь очень важно слово паритетного и при этом ускоренные поставки паритетного объёма военной техники. Почему я говорю паритетной? Потому что, ещё раз, на складах, независимо ни от чего, достаточно есть военной высокотехнологической техники, которая может существенно увеличить боевой потенциал вооружённых сил Украины и, конечно, наносить более серьёзные потери российской армии. Второе — это экономические инструменты принуждения, это, собственно, санкционные инструменты. Они не могут работать так, как сегодня, когда часть компаний продолжает на российском рынке платить налоги. Россия спокойно может, например, тот же X-101. Эта ракета имела более 50 компонентов высокотехнологических производства европейских и североамериканских стран в своём составе. То есть, грубо говоря, многое ракетостроение Российской Федерации завязано на получении комплектующих из высокотехнологических стран. Это не из Тихоокеанского региона идёт, не из Китая и так далее. Другой вопрос — какие схемы для этого используются? Вот это всё нужно останавливать. То есть, грубо говоря, резко нарастить цену войны для Российской Федерации. То есть она должна иметь больше убытков и меньше зарабатывать на глобальных рынках, быть полностью отделена от глобальной финансовой системы, от системы доллара, евро, фунта стерлингов, иены и так далее и тому подобное. И, наконец, третье — это, конечно же, всё-таки должно быть какое-то адекватное поведение международных институтов. Ну, не может, например, заседание. Я про изоляцию России, дипломатическую изоляцию, конечно же. Ну, потому что это очень важно для стран, которые занимают нейтральную позицию. Вот когда мы говорим, может ли второй саммит мира привести к какому-то там финализации, внятной дипломатии, конечно, может, если все страны будут чётко понимать, что такое справедливый мир. Но для этого, опять же, возвращаемся к пункту третьему — изоляция. Вот смотрите, это же выглядит для нейтральных стран крайне абсурдно. Ну, вернее, выглядит символично. Вот Россия — страна, которая наносит удар по детской больнице, председательствует на экстренном заседании Совета безопасности, потому что она председательствует полгода, и проводит это заседание. То есть сама про себя говорит, смотрите, мы тут ударили, но мы не ударили. И так далее. Страны нейтральные видят это как такой символичный жест, что Российская Федерация абсолютно рукопожатна в глобальном политическом пространстве. Да, там у неё какая-то война, но тем не менее, смотрите, она в международных институтах активно себя проявляет. МАГАТЭ, ООН, Красный Крест международный, Международно-олимпийское движение и так далее и тому подобное. Вот инструменты принуждения. На мой взгляд, только лишь, если они будут работать, а качественная работа инструментов принуждения приведёт к своеобразным протестам внутри России, которые могут, конечно же, привести к частичному переосмыслению элиты или ближайшим окружениям, что дальше, как дальше, куда нужно двигаться и так далее. Пока этого не происходит, ожидать, что будет изменение поведенческих реакций у представителей ближайшего круга или у самого Путина, оно не приходится. Ну вот вы говорите про запасы вооружения. При этом газета Wall Street Journal сообщала, что официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне, который сейчас проходит, признали, что Европа и США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворять все потребности Украины. Ну это как бы на самом деле довольно логичное оправдание. Нет, это недовольно логично. Смотрите, давайте рассуждать немножко иначе в математических пропорциях. Есть дефициты определенных видов амуниции, ну то есть расходного материала, там снаряда и так далее и тому подобное. Этот дефицит можно решить за счет глобального рынка как такового. А вот Россия решает дефицит своего снаряда через Северную Корею. Решает дефицит комплектующих, например, к дронам через Иран как таковой. Ну в том числе взрывчатых веществ решает через третьи страны, через страны бывшего Советского Союза и так далее и тому подобное. Точно так же и для проукраинской коалиции. Мы же говорим о каких инструментах? Мы говорим, например, о системах ПРО. Их достаточно, в том числе у стран, которые относятся к военному альянсу НАТО, для того, чтобы можно было полностью закрыть небо в Украине. И более того, их еще достаточно на складах останется. Вот так, если брать каждый вид оружия, ну то есть рассматривать его количественные параметры, да, то есть и скорость возможной доставки в Украину и применение, а еще не забываем при этом, что это оружие намного более высокотехнологично, чем то, что сегодня применяет Российская Федерация, ну тогда мы будем иметь относительный паритет по линии фронта. На мой взгляд, вот два года звучат эти заявления, что мы не готовы были к войне такой интенсивности, такой длительности. Да, я понимаю, что Европейский Союз после распада Советского Союза, где-то начиная с 95-97 года, решил для себя, что больше угроз не существует. Но вы помните, да, Фукуямовскую как раз 97-го года концепцию конца истории, потому что коммунизм приказал долго жить, имеется в виду базовая страна, которая является там основой шествия коммунизма по миру и так далее. Так вот, возвращаясь к этому, и в этот момент начали постепенно сокращаться инвестиции в военное производство и армейские расходы, то есть сокращаться расходы на армию и на наполнение складов. Да, такая проблема есть. Но еще раз, эта проблема не является актуализированной на сегодняшний день, потому что на складах достаточно разных видов оружия. Тех же, давайте конкретно в данном случае, что является приоритетным для Украины системы ПРО. Достаточно ли их на складах? Да. Есть ли к ним противоракеты, которые можно сегодня применять для эффективного сбития остаточных ракет России? Да. Достаточно ли это в паритете? Конечно. Второе, авиационный компонент, F-16. Достаточно ли F-16 на складах? Конечно. Можно ли получить паритет с российской тактикой, имеется в виду МИГ и СУ пятого поколения? Конечно. В полном объеме. Дальнобойная ракета, та, которая позволяет заходить на расстояние 150, 300, 500 и дальше километров. Достаточно ли их для того, чтобы поставить в Украину? И сколько их нужно в месяц? Потребление Украины для эффективного уничтожения инфраструктуры войны, не только на оккупированных территориях и при граничах? Порядка тысячи ракет в месяц. Можно ли такой найти объем ракет? Конечно. И точно так же по всем остальным расходным статьям. Например, снаряд 155-го калибра в таком-то исполнении, в такой-то конфигурации, количество 200, 150 тысяч в месяц возможно и воспроизводить, и покупать на рынке? Да, возможно. Ну и по всем остальным позициям. Поэтому, честно говоря, вот эти заявления, что или там странный анализ, что не хватает оружия и так далее, это очень, на мой взгляд, такой спекулятивный анализ, который должен, как вы правильно говорите, дать вроде бы логическое объяснение неспособности быстро принимать актуальные решения. А какие актуальные, если коротко, решения, какие решения являются актуальными? На мой взгляд, их три. Первое. Россия должна проиграть в любом случае. Второе. Россия должна быть на скамье подсудимых, потому что это позволит вернуться к международному праву, ну и вернуть каркас безопасностных двухсторонних или многосторонних отношений в мире. И третье. Россия должна проиграть именно военным путем, потому что это ключевой миф, который долгое время Россия создавала и которым до сих пор продолжают пугать политические элиты, в том числе стран Запада. К слову, про F-16, я так понимаю, уже достигнуты какие-то определенные договоренности. Вот Бленкин на том же саммите НАТО заявил, что к концу лета они прибудут, во всяком случае, несколько истребителей F-16 прибудут в Украину. Еще также из саммита Столтенберг сказал, что в НАТО нет консенсуса по вопросу о приеме Украины в Альянс. Я вообще в связи с этим хотела спросить, вот в ком из ваших союзников, потенциальных союзников, я не знаю, может быть вообще крупных игроков на геополитической мировой арене, вы разочаровались за последние два года? Нет, я скажу парадоксальную мысль. Смотрите, давайте чуть-чуть про саммит, а потом перейдем в разочарование или не разочарование. По саммиту, на мой взгляд, саммит должен выглядеть следующим образом, ну и, по крайней мере, первая часть мне симпатична. Вот то, что касается Украины, непосредственно, есть военная, военно-логистическая часть, есть политическая часть. Вот военно-логистическая часть выглядит неплохо, мы передадим дополнительной системе Патриот, мы передадим дополнительные в ускоренном режиме авиационные системы, те же Ф-16 и так далее. Более того, НАТО может стать распорядителем всех этих, ну, логистическим, модерационным распорядителем всей этой военной помощи, которая подписана в рамках двухсторонних соглашений или в рамках гарантии безопасности и так далее. То есть, грубо говоря, не какая-то там абстрактная будет координация всего, а будет юридическое лицо через свои представительства, которое будет координировать вот эти поставки, чтобы они системно шли, к каждому этапу войны относились и так далее. Вот это то, что непосредственно нужно здесь и сейчас, и Украина это получит в полном объеме, я это вижу уже. И, кстати, тут только маленькую ремарку, опять же, сошлись на президента Украины. Хотелось бы, чтобы разрыва, длинного такого календарного разрыва между обещанием, вот мы вам уже там передаем и в 16-е, собственно, логистика их передачи не была. Ну, то есть, как правило, мы слышим эти обещания, а, собственно, сама передача может быть там через 3-6 месяцев, что, естественно, сказывается негативным образом на событиях по линии фронта. Теперь вторая часть по саммиту, это политическая, на мой взгляд, она выглядит очень странно, потому что вот эти даже заявления того же Столтенберга и всех остальных, они выглядят для меня странно, ощущение очень нелепое. Почему? Потому что это же про репутацию НАТО. Ну, смотрите, вы создали безопасностный альянс на принципах свободы, да, то есть любая страна, которая считает, что только в рамках этого альянса, ну, в силу там размера, в силу там неготовности много инвестировать в военные технологии или там военные производства, что она видит только совокупную возможность обеспечить себе безопасность, то есть в коллективе. И, соответственно, альянс НАТО построен на принципе добровольного желания. Вот страна изъявила, я вижу себя здесь. И альянс должен, да, вы здесь, это обязательно. И для альянса неважно, есть какая-то Россия, которая говорит, а мы не хотим, чтобы Украина вступила в НАТО, потому что это убивает репутацию альянса. Опять же, репутацию в глазах многих стран, особенно тех стран, которые где-то готовы нарушить тоже международное право, международное военное право и так далее и тому подобное. Зачем это делать? Тем более на фоне войны. То есть уже ведь понятно, что не позиция Украины, буду членом НАТО, не буду членом. Украина накануне вторжения или даже накануне начала войны, давайте 14-й год вспомним, имела нейтральный, безъядерный статус. Ну то есть как бы это была причина войны другая, не вступление в НАТО. Поэтому на этом, мне казалось, можно поставить точку, для репутации НАТО было бы важно сделать такие односложные, чёткие, конкретные заявления. Что касается разочарований, да нет, наоборот. Я считаю, что сейчас на наших глазах проходит такая фундаментальная трансформация глобального политического пространства. Многие политики берут на себя большую ответственность, более активно и более правильно реагируют на те риски, которые ещё вчера делали вид, что их не замечают. Напомню, совершенно другая позиция была у представителей Германии и Франции во время первого этапа войны после 14-го года. К сожалению, это привело к такой фатализации сегодня событий. И, на мой взгляд, очень радикально правильную позицию занимают, например, страны европейские, страны, вернее, Северной Европы, страны Балтии, страны Восточной Европы в подавляющем большинстве, ну, за исключением, наверное, Венгрии и Словакии. И даже континентальная Европа в полном объёме сегодня выглядит совершенно иначе, то есть прогрессивно. Опять же, к сожалению, информационная эра требует вот таких сложных внутренних дискуссий. Мы видим это на примере Соединённых Штатов, там очень тяжёлая дискуссия электоральная между демократами и республиканцами. Это частично отражается на глобальной повестке, не только, кстати, касается Украины, но и касается Ближнего Востока, других зон риска. И это стимулирует, кстати, авторитарные агрессивные режимы или тоталитарные режимы, или потенциально авторитарные режимы, стимулирует до более агрессивного поведения во внешнеполитической среде и так далее. Но, тем не менее, ещё раз, на мой взгляд, глобальный мир переосмысливает, глобальный демократический мир переосмысливает своё поведение. Хотелось бы быстрее. И есть вторая здесь важная составляющая. Я уже упоминал о выборах в Европарламент. Мы видим там определённое поправение или полевение. Ну, то есть ультраправые, ультралевые получают всё больше мандатов. Кстати, на парламентских выборах в ту же Францию, конечно же, Липен, как ультраправый писатель, проиграла выбора. Третье место, 143 мандата. Но я бы рекомендовал посмотреть скорость получения, увеличение количества мандатов, начиная с 2012 года. И у многих будет большое удивление, потому что, начиная с 7-8 мандатов, в 2012 году, в 2024 она имеет 143 мандата. Так вот, вот это ультралевение, ультрапоправение политических элит выдвигает соответствующие требования к классическим европейским, американским элитам. Берите на себя больше ответственности, быстрее принимайте решения, отвечайте на те вызовы, которые есть. Не откладывайте принятие решений, не переносите принятие решений на следующие политические поколения. Поэтому я оптимистично смотрю на всё то, что происходит. Другой вопрос. Нужно окончательно, я опять же возвращаюсь к этому, коротко, нужно окончательно принять для себя, Россия не договороспособна. Любой договор сегодня, о чём бы то ни было с Российской Федерацией, будет однозначно обнулён и приведёт только к большим, со стороны России, и приведёт только к большим трагедийным позициям. Вот вы говорите, что только военным путём можно победить Россию. Алексей Арестович в понедельник после удара по Ахмадету написал в своём телеграм-канале, что «война до победного конца», в кавычках, мы ещё долго можем об этом говорить, но это значит, что ещё сотни погибших детей, и больше ничего мы с этим не сделаем, нет средств, и не хватит организаций. Наш единственный шанс – остановка войны и перезагрузка государства и общества. Он также ещё в одном из интервью заявил, что у России есть каких-то там три способа у Путина тоже как-то остановить эту войну и договориться с Владимиром Зеленским. Я, наверное, примерно понимаю ваше отношение к Алексею Арестовичу и к его словам, но можно ли сказать, что в обществе есть запрос на такой дискурс, как в его словах? Ну, наверное, у того маленького информационного пузыря, для которого он работает, есть такой запрос, я не знаю, честно говоря. Смотрите, во-первых, я сказал немножко другое. Не только военный, причём совокупность нескольких инструментов принуждений. Военный приоритетный, но есть ещё два. Экономические лишения, ну или там повышение стоимости войны для России, существенное повышение стоимости, а это санкции, ограничения, изгнание России из тех или иных торговых пространств и так далее и тому подобное. И изоляция, дипломатическая изоляция, не должно быть никаких вторичных сигналов для стран того же нейтрального сектора, для стран того же глобального юга, о том, что можно где-то пересидеть войну, не нести ответственность за военные преступления. Это должны быть чёткие, фиксированные заявления. Вот Россия нанесла удар по Ахмадиту, значит, должны быть уже ордера. Там есть чётко установленное количество людей, которые их нанесло. Эти люди должны быть безвременно уже определены как уголовные преступники, которые, в принципе, заочно осуждены в международных юрисдикциях. То есть есть инструменты, которые позволяют, ещё раз подчёркиваю, совокупное применение этих инструментов, позволят эту войну правильно финализировать. Не только военным путём, тут нужна комплексная работа. Это первое. И второе. Возвращаясь к дискурсу, о котором вы говорите, мифическому дискурсу, ничего подобного. Смотрите, для России нету, просто всех тех, которые предлагают этот дискурс, у нас нет ресурса, мы не можем. Смотрите, у жертвы не спрашивают, когда на неё нападают, может она что-то или не может. Не жертва предлагает условия. Жертва может эффективно обороняться и выиграть оборону за счёт оборонных действий, выиграть у преступника, у агрессора. Понимаете? То есть, когда человек, не понимая вот эти причинно-следственные связи, предлагает, а давайте мы сейчас остановимся и мы договоримся с агрессором, он не понимает, что агрессор, это говорит о его нелепости, просто внутренней аллогичности. Он не понимает, что агрессор ведь поставил перед собой совершенно другие цели. Он эти цели не реализовал. Да, агрессор в рамках плана переосмысления войны готов получить оперативную паузу, готов заморозить конфликт на полгода, на восемь месяцев, на год и так далее. За это время он, опять же, будет иметь комфортные условия переосмыслить всё и вести войну с точно такой же геноцидной составляющей, то есть играть не по правилам, то, что Россия демонстрирует, но только выполнив работу над ошибками. Ещё раз, все предложения о том, что давайте мы сейчас как-то остановимся, договоримся о чём-то, они упираются в вопрос встречный. Кто вам сказал, что Россия путинского призыва хочет с вами о чём-то договариваться, а не хочет, чтобы вы капитулировали и потом вас зачищать по очереди везде? Кто вам сказал, кто вам гарантирует свободу жизни в незавершённой войне? Поэтому вот эти все конструкции, они нелепы, потому что люди, которые предлагают такое, опираются на своё, да, я. Вот я бы так сделал. Но они абсолютно точно не понимают, что агрессор зашёл на территорию Украины не для того, чтобы остановиться, не выполнив ключевые задачи. А ключевые задачи агрессора понятны. Я уже их называл. Первое — уничтожение субъектности и суверенности Украины, то есть превращение в марионеточное государство. Увеличение роли доминирования России в Восточной Европе с постепенным расширением на всю Европу. И увеличение экспансионистских возможностей за счёт вложения дополнительных денег в пропаганду, в терроризм, в политические вмешательства в выборные процессы в разных странах и так далее. То есть Россия хочет доминировать. И не только на постсоветском пространстве. Не выполнив эти задачи, почему она должна остановиться? И знаете, самое интересное? Вот смотрите, вы начинаете масштабную войну. Мы об этом говорили. Вы обнуляете международное право. Вы нарушаете все конвенции. Вы бьёте по детским лечебным учреждениям. И вы за это не несёте ответственность. Вот скажите, пожалуйста, почему вы должны остановиться в своих экспансионистских планах? Вы совершили массу тьму военных преступлений. Об этом прямо все говорят. Но при этом вы потом не то что не несёте ответственность, вы рукопожатные с вами, сидят за столом переговоров, вас продолжают приглашать во все международные институты и так далее и тому подобное. Объясните мне мотивы людей, которые являются по сути маниакально заточенными на убийство, что они должны согласиться, не выполнив свои задачи, остановиться. Пользуясь возможностью, вот вы сказали про потенциальный ордер на арест. Хочу напомнить, что именно мои коллеги из издания The Insider как раз назвали для всего мира имена этих самых наводчиков, которые, кстати, возможно, и в понедельник запускали ракеты по Киеву и попали в том числе по детской больнице Ахмадед. Большое спасибо сказать расследователям из Insider и Белинкета провели большую работу и, соответственно, ну там, по-моему, еще несколько исследовательских организаций проводило эту работу, но очень хорошая, качественная работа по идентификации людей, принимавших участие в этом, собственно, безумной атаке на гражданское население. Единственное, наверное, вот я сейчас вспомнила про это расследование, ну никаких санкций и ордеров, о которых вы говорите, не последовало. Пока да. И это проблема глобального сообщества. Неумение… Вот смотрите, теоретически есть правила, теоретически есть международное право, теоретически есть инструменты принуждения к людям, которые нарушили это право, но фактически это какой сигнал всем? Убивай, убивай. Главное, усиди досками подсудимых. Если ты туда не попадаешь, если с тобой потом начинают разговаривать в рамках дипломатических процедур, все, ответственности никакой. Значит, ты будешь продолжать это действовать, делать. Спасибо большое. Спасибо.